Болезнь, от которой страдает каждый 25-й человек. В ближайшее воскресенье в мире отметят день борьбы с псориазом. Этот недуг не дает полноценно жить, поражает кожу и суставы. Но ставропольские медики научились лечить его эффективно, а главное, бесплатно для пациентов. Анастасия Зубрицкая узнала все подробности. Уже более 30 лет, у меня чистых ног никогда таких не было. То есть у меня были постоянно здесь бляшки. Александр Васильевич показывает результат 7-месячной борьбы с псориазом. Еще год назад, говорит мужчина, эта болезнь мешала ему полноценно жить. Тело практически все было покрыто болячками. Утром я вставал, мне заплывались плюенки, я все мазался. И утром вот этой шелухи, которая каждое утро, ну прям вот сыпью, ладошку вот так вот можно. Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание, от которого страдает каждый 25-й житель мира. Деление клеток кожи при этой болезни происходит почти в 30 раз быстрее. Они не успевают созреть, на теле образуются чешуйки. У больных псориазом есть серьезный риск стать инвалидом. Поэтому очень важно обратиться за медицинской помощью при первых симптомах болезни. А они чаще проявляются в возрасте до 25 лет. Наблюдаться следует и так называемой группе риска, тем, чьи родственники страдают от этого недуга. Псориатическая болезнь – это системное заболевание организма, для которого характерно поражение не только кожи. Это самое явное и внешне эффектное проявление болезни, но также поражение суставов, поражение сердечно-сосудистой системы, почек. И это обстоятельство нужно учитывать. Александр Васильевич попал в больницу уже в тяжелом состоянии. Совокупность заболеваний, в том числе и псориатический артрит, буквально приковали его к постели. Уже здесь, в риматологическом центре краевой больницы, мужчину поставили на ноги. Раз в неделю ему колят медицинский препарат, который стоит порядка 30 тысяч рублей. Однако для самих пациентов лечение абсолютно бесплатно. Все расходы берет на себя государство. Мы планируем потребность данных препаратов на год. И поэтому у нас есть потребные пациенты. Всех мы их учитываем при формировании заявки на будущий календарный год. Все, кто потребен, все у нас получают эти лекарства. При кожном проявлении болезни ставропольцам следует обратиться в краевой кожно-венерологический диспансер. При внутреннем в краевую больницу. В частности, ревматологический центр является площадкой для лечения пациентов с псориатическим артритом. Кроме того, имеется разработана методика инструментально-лабораторного обследования, включающая углубленные иммунологические методики. Это исследование крови. И инструментальные методики, направленные на выявление ранних изменений в суставах и позвоночнике, которые присущи ранним проявлениям псориатического артрита. Псориаз – именно тот случай, когда самолечение может только навредить. Это пытаются донести пациентам врачи во всем мире. Борьбе с болезнью посвящен один день в году – 29 октября. Важно донести всем, болезнь не заразная, но от нее не застрахован никто. Больным не надо стесняться и отчаиваться, а вот лечиться, напротив, необходимо. Ведь даже человеку самой тяжелой формы псориатической болезни сегодня могут помочь. То есть надо обращаться к врачам? Однозначно. Потому что на сегодняшний день я проехал, где только не было. У каких только целителей не было. Анастасия Зубритская, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.